Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Долгожданное интервью с Фикретом Шабановым на канале прямо сейчас. Фикрет, здравствуйте и с Новым Годом! Добрый день, Александр! Приветствую вас и ваших зрителей. И всех поздравляю и с Новым Годом, и со всеми праздниками разных верных, разных национальностей и разных народов. Фикрет, ну, такое ощущение, что мы проснулись в новой реальности. Вот именно сейчас, да, потому что США и Великобритания ударили по Йемену. Заявлено о том, что было 60 ударов. Хуситы, по которым били, говорят 73. Есть несколько погибших военных. И кажется, что вот это обострение, причем самое интересное, что Британия говорит, Кэмерон, например, да, вот это самооборона, это в рамках самообороны. Как бы закручивает новый виток на Ближнем Востоке, о котором вы говорили неоднократно. Как меняет геополитический расклад вот это обострение? Будут ли новые удары и что, ну, какой итог вот сегодняшних? Знаете, Александр, я довольно-таки длительное время, примерно с 92-го года, занимаюсь Центральной Азией. Мы ее будем называть Центральной, но сюда включаются и Афганистан, и Пакистан, и, естественно, Востоком. Так как я занимаюсь этими странами, есть вещи, которые европейским народом или народом немусульманским непонятно телодвижение. Назовем это так, на Востоке. Но конфигурация, которая выстраивалась, союзы, обсуждения, альянсы, мне говорили о том, что мы на пороге Большой Ближневосточной войны. И, к сожалению, эта война, вообще война, к сожалению, и эта война в том числе начинает входить, так скажем, в предактивную фазу. Она не началась и не в активной фазе, это предактивная фаза. Что я имею в виду? Если помните, приблизительно полтора года назад говорил в украинских СМИ о том, что Китай будут отрезать при подготовке Большой войны между США и Китаем в 1925-1926 годах. Так вот, весь вопрос в том, что куситы пропускают только русские корабли или российские корабли, и китайские, или связанные с ними страны, они могут удачно торговать. Теперь первое. Что я имею в виду торговать? То есть вывозить нефтепродукты из юга в Китай, а Россия поставляет это в Индию. Даже Индия выделила, по-моему, до 10 кораблей специальных, чтобы она боролась, называется так, с пиратством. То есть защищала свои танкера. Но ситуация нынешняя, она говорила еще, предвестником этого было еще то, что был назначен Дэвид Кэмеро, значит, министром иностранных дел. Я его считаю одним из лучших менеджеров английского дип-стейта или Лондон-Сити. В основном человек занимается Китаем. Китаевец, можно так сказать. Но приход его во власть, это означало, что у него имеется богатый опыт ведения закулисных переговоров со странами Востока или с исламским миром. То есть это говорилось о том, что начинается еще следующее. То есть на ступень выше мы становимся от начала войны на юге. То есть первый удар, это удар, если мы обратим внимание, всего лишь, так скажем, стран Аукусов, за исключением Новой Зеландии. Это США, Канада, это Австралия, значит, это Бахрейн и Лондон. Причем тут здесь Бахрейн? У меня на телеграм-канале я выставлял карту размещения американских военных баз. Так вот, лондонские или английские самолеты, истребители, бомбардировщики, они вылетали с территории Кипра. Определенный воздушный коридор этому предоставляла Саудовская Аравия. Вы видите, как Саудовская Аравия, так скажем, пытается призвать к разуму, чтобы войны не было. Что в моем понимании означает эта война? То есть, или, так скажем, предактивная фаза войны. Первое и главное втянуть в это Иран. С точки зрения саксонского мира. Второе, это пресечь поставки энергоресурсов в Китай из глобального юга. И, конечно, так значит, одном из направлений российской торговли нефти в Индии. Но я думаю, что индийцы были в курсе. Они за приблизительно месяц стали уменьшать объем покупок нефти из России. И переключились на Саудовскую Аравию странным образом. Несмотря на то, что русская нефть была с большим дисконтом. То есть, по цене Саудовская была дороже. Это второе мое понимание. Третье, война с фуситами или война в Йемене должна перекинуться на Саудовскую Аравию. Должна, естественно, перекинуться через помощь фуситов на Иран. Поэтому эти главные три стратегические задачи, которые сейчас мы с вами наблюдаем. Мы можем перечислить массу других задач, которые стоят. Но главная цель – это, конечно, решение этих вопросов. Теперь, почему так беззубо стреляли по Йемену? Я считаю, это беззубо. Дело в том, что вся торговля через эти логистические морские пути, контролируемые хуситами, а в кавычках пишем иранцами, они наносили удар только по Китаю, потому что Китай через них торговал с Европой, несмотря на то, что у неё есть ещё один пояс, один путь. Это наносило удар по Европе, и это наносило, естественно, удар в большей своей части странам третьего мира, которые прямо или косвенно связаны или с Китаем как поставщики сырья, или зависящие от Китая как поставщики из страны сборочного цеха. Поэтому здесь интересы американцев Лондона, они, в принципе, я условно скажу, не пострадали. Плюс ко всему мы должны понять, что если бы, в принципе, корабли ходили бы по этому маршруту, Лондон зарабатывает на страховке, так как риски повышаются, и значит страховщики повышают ставки. То есть Великобритания на этом ещё и хорошо зарабатывала. Для чего сейчас это? Мы видим первую начальную фазу перекинуть войну в Саудовскую Аравию и в Иран. Почему мы говорим о Саудовской Аравии и Иране? Я хочу вернуться к своей, в моём понимании, аксиоме, понимании читателей и слушателей доктрины. Это сражение между Саксами и Ватиканом. Дело в том, что я всегда говорил, что кроме государства Израиль, условно на востоке, проектами Ватикана являются Иран и Саудовская Аравия. И по плану Саксов возвращение на глобальный юг или формирование глобального юга лежит через децентрализацию Ирана, децентрализацию Саудовской Аравии на три части, ну и, естественно, через исход народа Израиля из Израиля. Да, глобальные мазки достаточно широки, но я о деталях. А Блинкин чего ездил в своём турне по Ближнему Востоку? Получается, поехал предупредить? Вы знаете, Блинкин поехал для того, чтобы формировать коалицию в его понимании, которая, к сожалению, у него не получится и не будет получаться по принципиальным или даже идеологическим, а если взять более серьёзно, о чём не обсуждают, религиозным причинам. Если мы с вами вспомним о так называемой попытке сформировать глобальный антиеменский союз, так скажем, антихусидский, с привлечением туда европейских государств, а я имею в виду Ватикан, мы спокойно увидели, как от этого спокойно сошли Испания, Италия, Франция. Эти государства отказались участвовать в этой коалиции. То есть страны Ватикана отказались участвовать в коалиции против проектов Ватикана. Что касается господина Блинкина, администрация, к сожалению, Соединённых Штатов находится в очень тяжёлом положении. Дело в том, что и Саудовская Аравия, принц которой является членом Аспинского клуба, и сейчас её активными менеджерами является также господин Блинкин. То есть этот клуб направлен на борьбу или на противостояние с Китаем. Так вот они пытаются через Саудовскую Аравию, втягивая её в войну, решить вопросы анти-Китая. То есть для них главная стратегическая задача это анти-Китай. Всё остальное для них вторично. В чём же заключается главная или страшная, как вам сказать, трагедия того, что мы сейчас не в состоянии понять вот эти телодвижения американцев, телодвижения на глобальном юге, вообще тектоническими причинами, которые выводят их на этот уровень войны. Они в чём заключаются? Естественно, мы сейчас можем говорить о религиозном факторе, потому что это будет главный двигатель или главная причина, по которой это идёт. Но я сейчас поясню. Но мы с вами должны отделить самое главное. Когда мы говорим о каких-то религиозных организациях, существующих в мире и в том числе в США, мы должны понять одну простую вещь. Мы не говорим о религиозных убеждениях, простых, значит, прихожан, говоря христианским языком. Мы должны смотреть на это как на геополитическую конструкцию управления человечеством, потому что коммунизм, он как таковой отжил. Капитализм, он уже в принципе непонятно в каком состоянии. Нужно как-то мотивировать людей, нужно ими управлять. И вот начало вот этой войны с 2014 года, условно назовём, в Украине, а ещё раньше, с 2008 года оккупация территории Грузии, они были обоснованы экономической реальностью. Смена рыночной парадигмы на распределительную означало, что инвестиционные компании и банки больше не рассматривают население, человечество как ресурс, необходимый для развития. Если ранее стояла задача кредитования, ничем не обеспеченными деньгами для получения по кредитам реальных активов, то сейчас стоит задача оптимизации распределением монопольно контролируемых ресурсов. Именно здесь кроется необходимость контроля численности населения. Я дальше расскажу о религиозном значении этого и о Кусицкой, так скажем, войне. Поэтому необходимо контролировать численность населения. Значительная часть мировых ресурсов монополизированы. В данном случае мы говорим о глобальном юге тоже. И делиться ими даже на ручных условиях крупные финансовые корпорации не будут. И тектонический сдвиг в мировой экономике адаптация новой системы распределительных отношений потребует не один год. И, конечно, это будет происходить не одномоментно. Воротила мира или Гиппстейт будет стараться распространять ее влияние на другие регионы вне англосаксовского контура. Способность им противостоять будет зависеть от адекватного понимания текущего момента правительствами стран. Я имею в виду вот сейчас то, что сопротивляются, предположим, определенные государства, но не в военном плане, а в плане политического отказа сотрудничать. По некоторым понятиям, например, с военным союзом отказываются сотрудничать. В логистике отказываются пропускать товары, которые служат интересам государств-монополистов, то это приводит к тому, что они пытаются сохранить суверенитет и комплекс мер принимают для его защиты. Почему это важно? Дело в том, что есть такая оргокорпорация, называется «Дигель». Это второстепенное подразделение военной разведки США. Одна из многих-многих секретных организаций. Она собирает данные для цели принятия решений на высоком уровне и готовит конфиденциальные информационные документы для таких агентств, как Агентство национальной безопасности, а теперь, внимание, Организация Объединенных Наций и Всемирный Банк. То есть управление количеством человечества. До 2025 года какие контуры нам нужно будет выстраивать с человечеством, они, это первая часть, они это для себя уже в качестве сбора информации, анализа и проекта развития уже для себя определили. Теперь вторая, наверное, самая главная часть это то, что в принципе мы должны понимать, что мир пережил вот этот кризис идеологических идей, либерализм, капитализм и так далее. И мы сейчас подошли к страшной вещи или так скажем первосозданию человечества. То есть происходит сейчас мир возрождения религий, то есть на этой основе начинается управление душами людей или мозгами людей. В период Холодной войны цивилизационный подход к геостратегии он не пользовался популярностью. То есть противостояние суши, Хартленд и море, морская сила много лучше и точнее раскрывало логику биполярного мира. Ну, например, борьбу между СССР и США. А в начале 90-х годов в качестве альтернативной набирающей влияние парадигмы либерального конца истории в кавычках произошло возрождение цивилизационного подхода. Самой известной работой стало это столкновение с цивилизацией Хантингтона. В рамках этой книги был описан маловероятный многие люди думали он сумасшедший и труднодостижимый ренессанс религиозного самосознания и сильного ослабления исчезновения влияния идеологии по всему миру о чем мы с вами сейчас говорим то есть многие аналитики на вашем канале говорят о кризисе идеологии о кризисе ценности и вот представление о будущем строится на основе неоднозначных гипотез и утверждений делающих всю конструкцию нашим с вами человеческом понимании шатким вариантом но в моем понимании это становится основой так скажем продвижения проекта первая часть повсеместное возрождение сильного религиозного самосознания то есть странах которых его не было через войну они будут приходить к этому которая заполнит пустоту после прекращения идеологического противостояния второе самоопределение стран будет проходить по цивилизационному то есть религиозному принципу третье культурно-цивилизационная близость станет доминирующим фактором при формировании союзов ну например то что мы видим на глобальном юге например Иран Саудовская Аравия Иран Турция Турция Египет религиозные наднациональные идентичности будут сильнее национальных запомните это слово потому что так же будет и с Украиной наднациональные идентичности будут сильнее национальных в силу дискретного характера идентичности что должно привести к появлению новых сухопутных империй в мире это к вашему значит сегодня по-моему будет подписание между Суноком и Зеленским соглашение Великобритания и Украина следующее элиты народов да элиты народов что ранее были ориентированы на запад станут национально ориентированными через что сейчас проходит то есть осмысление проходит и в том числе украинская общественность они станут национально ориентированными поддерживающими собственные традиции в противовес либеральному среднему классу городов так как элиты оказались больше компрадорами мы их называем мафией мы их называем предателем национальных интересов но в науке называются они большими компрадорами чем так называемый средний класс городов и последнее регионализация экономик в мире станет следствием разделения культуры просто я хочу чтобы мы с вами понимали потому что Саш многие не отдают отчета где проходит эта красная черта и процесс осмысления национальной идентичности а в том числе национально-государственного строительства значит связки с экономикой люди не отдают себе отчет так называемости своей проектности или ценности и в том числе куда мы пойдем или что ли создадим 90-е годы многие постулаты идеи цивилизационного подхода были непротиворечивыми так как было много денег и войны не было но был упущен важнейший вариант развития изменения перерождения а теперь внимание западноевропейской христианской цивилизации в атлантическую ультралиберальную или антихристианскую цивилизацию вот для становления мира то есть столкновения цивилизации необходимо чтобы глобальный мир распался и в большинстве сильных стран к власти пришли это касается Украины тоже национально ориентированной элиты и иначе эти страны просто потеряют свою политическую субъектность вот приблизительно что я хотел сказать мы можем конечно на эту тему если у вас будет время или сочтете нужным я могу рассказать о той ситуации что же движет американцами сейчас в этой глобальной войне например на глобальном юге это например неаконисты очень сильно влиятельные либеральные лобби находятся сейчас в правительстве США это сила евангелистов которые очень сильно давят на Байдена это влияние ну например вы видите так называемую информационную войну компроматов в США по поводу значит так называемых катакомб хасидов люберанцев я сегодня поделился в телеграм-канале об этом идет война компроматов то есть эти хасиды являются финансовым так скажем кошельком господина Натаньяху и же с ними так как по видео по ютубу гуляет видео молодого Натаньяху встречаясь в Нью-Йорке с рабом хасидов он ему говорит ты должен сделать очень многое для прихода Машиаха он говорит я стараюсь он говорит мало ты делаешь надо делать мы видим что именно эти хасиды тот же денежный мешок который финансировал Трампа на президентских выборах а хасиды стали раскручивать дело Эйпштейна о том что у нас есть капроматы педофилии и все вот эти грязи которые происходят в верхах США куда самым главным так скажем фаворитом идет Билл Клинтон Клинтон это демократы Клинтон это Байден Клинтон это Обама поэтому идет война капроматов я не знаю итогов этой войны в плане кто из них победит но знаю одно те люди которые управляют эти технологии или искусственным интеллектом они победят интересно очень такая классная глобальная рамка но я хочу все-таки экстраполировать на Ближний Восток война на Ближнем Востоке станет ядерной я специально утром поделился с Тарой Митерой Жириновского я убежден о том что мы на грани этой ядерной войны значит знаете что я хотел вспомнить кстати у вас однажды был мне вопрос что в магазине вас значит спросили что же у нас там про 17 июля и значит ну я же говорил о 17 июле я хотел бы вернуться к этому периоду и ответить вам дело в том что у нас господин Кирби заявил о том что 13-14 июня обратите внимание на дату в Каире произошла секретная встреча между пятью государствами обладающим ядерным оружием то есть не 17 а 13-14 и назвал ее продолжающим обменом мнениями в контексте договора о нераспространении ядерного оружия и о неприменении ядерного оружия эксперты были привлечены из соответствующих министерств иностранных дел обороны и так далее это мы говорим про заявление и здесь вопрос ставил самое главное встреча была направлена на то чтобы остановить распространение ядерного потенциала по производству ядерного оружия первое гарантировать право участников развивать ядерную энергию в мирных целях и подтвердить договор от 70-го года договор нераспространения ядерного оружия среди пяти членов Совета Безопасности которые должны также продолжать нести ответственность за человечество это первое я считаю что заявление господина Медведева о том что Украина если будет наносить удары так скажем в глубину Российской Федерации это опять может быть ответным ядерным ударом тактического направления я считаю что к нему надо отнестись очень серьезно и почему я это так рассматриваю я думаю что мы с вами вместе слышали заявление господина Кулебы о том что он заявил что Россия больше не хочет ни перемирия и там не знаю в общем все что называется миром то есть исходя из этой концепции мы с вами понимаем одну вещь что сейчас правительство Украины несмотря на заявление господина Зеленского что не пядер родной земли в украинском политическом бумонде который не автономен и который не самостоятельно управляется разными так скажем башнями мира вдруг прозрело мнение что можно остановить по линии значит соприкосновения войск прекратить эту боню в их понимании до лучших времен то есть окрепнее массив и так далее я думаю что господин Путин и его элита в разрез как раз или совместно с Великобританией продолжает этот антиватикановский поход почему я так считаю если мы посмотрим на заявление господина Сунака что они будут заключать с Украиной там стоит вопрос финансирование Украина следующий бюджетный год я не понял какой это 24 или 25 это первый мой вопрос я это пока информации не видел второй вопрос 2,5 миллиарда фунтов стельков ну 3 миллиарда долларов приблизительно это украинский почти один бюджет один месяц я имею ввиду просто гражданский бюджет там 3,5 миллиарда нужно по-моему вам я про военный молчу исходя из этой концепции складывается мнение Великобритания говорит Украина вперед Путин говорит я не остановлюсь Ватикан говорит остановитесь на тех границах которые у вас есть чтобы перестали друг друга убивать то есть Ватикану из носа кровь нужно сохранить проект Украина вы уж простите я буду называть вещи своими именами вот и здесь опять происходит столкновение куда куда двинется элита Украины куда двинется политическое руководство Украины мне трудно сказать но сам процесс говорит о том что я небольшой кумир или любитель Жириновского и в моем понимании он фашист и нацист но я думаю что он здесь прав о том что так скажем идет будет продолжаться война долго по окончательному решению украинского вопроса а я его называю германским то есть втягивание в войну Польши втягивание в войну Прибалтики и я считаю что сейчас Путин будет наносить хоть и говорит про Молдавию но наносить удар будет он по Прибалтике через зеленых человечков заставить Европу выкладываться в плане военно-промышленного комплекса и не зря немецкие германские политические деятели говорят что срочно нужно создавать военно-промышленный комплекс усиливать армию восстанавливать призыв в армию и здесь мы должны с вами ответить не зря господин Зеленский выдал немецким трём политикам ордена и медали по-моему Анна Барбелок есть там и ещё двое человек вот исходя из этой концепции мы с вами должны понимать что теперь на сцену выходит тот самый вопрос германский вопрос который перед собой ставили США то есть столкновение Германии с Россией сейчас к этому будут подводить и во всей этой может быть запутанной схеме проясняется очень простая линия Украине не дадут проиграть Украине не дадут победить но в украинскую войну должны втянуть как с хуситами Прибалтику в Украине нужно втянуть поляков чтобы окончательно решить германский вопрос то есть раздел Европы между Германией и то что называется Россией я почему говорю то что называется Россией дело в том что во всей этой войне также истощается Россия понимаете куда она на какой финишную прямую выйдет 27 28 это трудно говорить а самое главное гонка вооружения или активная фаза войны начнется 25 и 26 год рекрет но вы в этом скажем так раскладе говорите что Британия и Россия заодно почему дело в том что моя концепция она для меня аксиома для многих это глупость я считаю что Путин великий деятель английский деятель не Россия а Путин разница между Путиным и Россией это как между небо и землей я все это уже сказал это есть в ютубах потому что я считаю что Путин выполнил историческую миссию посадил страну на экономическое эмбарго сделал ее изгоем мирового сообщества Путин вскрыл все те уродливые нарративы западной Европы которые говорят Украина до конца сама торгует за спиной Украины о чем говорил Зеленский в Дубае ну и много много чего то есть я хочу сказать вся та аморальность которая присутствовала в европейской политике вся та аморальность сталкивания народа под бойню и в том числе Украины с западом я не говорю что Россия здесь не виновата мне задают вопрос ты все время про запад Россию не говоришь Россия такая же жертва как и вы просто насильная жертва и в этой битве так скажем значит как в древнем Риме битве гладиаторов выигрывает сильный к сожалению опять говорю и он гладиатор и вы гладиатор несмотря на то что у нее есть ядерная кнопка последнее средство благодаря которому пока она сохраняет так скажем относительно понимаемый суверенитет то есть если что-то сразу медведи выходят и говорят ядерная кнопка есть я думаю что это при необходимости решаемый вопрос в России потому что повторюсь Россия это корпорация она интегрирована на Запад и Россия нужна только для битвы с Китаем то есть надеемся что вы победите Россию Запад победит Россию склонит ее к чему-то ничего не значит потому что все будут молчать когда Россия будет угрожать ядерным оружием и в том числе Франции Италии и так далее все будут молчать потому что сейчас ситуация когда вот эти дороги закрыты в Европе все дорожает даже горючие свадочные материалы дорожают это приводит к коллапсу экономики мы с вами видим забастовку фермеров в Германии и это только начало пока полностью Германия не просядет как локомотив Европы мы видим что во Франции привели значит африканского еврея к власти такого же молодого я вам скажу вам может показаться это смехом но поймите в дипстете или в закрытых ложах людей просто так не выбирают если выбрали клоуна в Аргентине молодой еврей в Украине и еврей во Франции то вы должны сделать вывод что потрясение в Аргентине и потрясение во Франции не за горами и все таки я бы хотел чтобы вы поделились своим мнением о дальнейшем ходе событий потому что когда Зеленский приезжает в прибалтийские страны делает тур звучат заявления что мы не можем остановиться первое брифинг с президентом Эстонии все короткий брифинг все вопросы о мире тайных договоренностях переговорах какому-то мирному треку Зеленский говорит Россия у нее дефицит оружия мы не можем остановиться сейчас потому что через три года если возьмем паузу то нас потом сомнут это он в одной стране говорит в другой стране говорит что тоже очень резонансное заявление было о том что у нас 11 миллионов пенсионеров есть ли еще хоть одна страна в Европе такая мол эти люди просто умрут если вы ну как бы запад не профинансируете в этих словах ну все на самом деле понятно да ну там то что на поверхности но тут же есть еще и много подтекстов того что ждет Украину в войне с Российской Федерацией вот в самое ближайшее время и вот этот сумок о котором мы вспомнили сегодня с подписями гарантии безопасности двумя там ну там тремя миллиардами да вот выделение помощи сейчас все радуются в пабликах да но мы же видим ну не знаю колесо истории фикрет Стамбул приехал Джонсон Стамбула нет это говорит Арахами сейчас опять все заговорили о каких-то переговорах вот в декабре была тайная встреча сейчас вот нацелены все на Дубае да вот какие-то переговоры приезжает уже Сунок уже не Джонсон и соответственно мы так понимаем что ничего дальше не остановится и все будет продолжаться логика правильно ну я с вами абсолютно согласен мы с вами на вашем канале наверное я думаю раз пять точно обсуждали что ждет Украину когда прекратят финансирование я не злорадствую я просто хочу напомнить что я говорил украинцам ребята пока запад вас целует вы им нужны но поверьте этот же запад первый будет поливать вас грязью этот же запад перекроет кран так называемого кислорода войны в Украине потому что защиту Украины или кислорода поддержки Украины когда она достигнет своих целей мы все это с вами обговаривали ничего удивительного нету стоит вопрос я не хочу его задавать это право украинского избирателя вы не способны управлять страной тогда уходите или вы занимаетесь преступлением против страны тогда придет время за них ответить я это называю так теперь из всего того что вы говорите на разных площадках мы с вами можем заниматься фантазией что у человека в голове ну например говорить что нельзя чтобы помощь прекращалась и нельзя чтобы Россия останавливалась тогда вопрос вы же выбрали свой институт управления государством под названием демократические выборы а где ваши выборы то есть запад он строит свою политику общение с государствами по нескольким принципам диктаторские полудиктаторские монархии и демократические я условно перечисляю их можно разделить деградацию можно сделать больше если Украина в классическом понимании демократическое государство почему нет выборов если мы говорим о том что выборы нельзя проводить потому что в стране война тогда почему война на определенной части страны а не на остальной части страны я хочу сказать эти вопросы задают конгрессмены я от себя Америку не открываю я читаю американскую прессу сенаторы конгрессмены задают своим законодателям своему госдепартаменту объясните нам налогоплательщикам кому мы финансируем то есть какую страну у нас кто там партнер демократы так где выборы если страна не объявила войну России тогда как она называется ну Путин назвал специальная военная операция окей вы как ее называете то есть у каждой вещи войной да операция у каждого политического действия должны быть свои международные юридические рамки обязательства потому что хоть и война управляемая в украинском понимании вы воюете и спасибо солдатам которые в принципе показывают героизм тут я хочу сказать не только украинским солдатам хотя это грех но и российским все-таки вопрос мужества человеческого мужества это совсем не каждому дано хотя он на вашей земле и как оккупант то есть я это тоже констатирую он пришел на вашу землю с мечом от меча и помрет я это помню но сейчас многие как в России так и в Украине решили отстраниться от войны то есть вот это идеологическое понимание бесплатно умирать за родину за отечество или за землю их мало интересует мир-то совсем другой теперь если я провозглашаю что я демократическая страна я веду войну американцы выкидывают на поверхность информацию о том что они не смогли проконтролировать приблизительно миллиард с хвостиком поставок оружия оно куда-то ушло ну так контролировали это американцы причем тут украинцы это раз конечно украинцы мы можем говорить что там патриотизм страна родина и так далее они это украли своровали пока доказательств нету то есть я хочу сказать появляется интересная ситуация когда рука руку моет а рука лицо моет это что за игра понимаете поэтому Саш все что говорит господин Зеленский политическая элита я считаю что она политическом международном праве потеряла точку опоры сейчас Зеленского за рубежом называют исполняющим обязанности президента хотя публично об этом не говорят и 31 марта я думаю будут его считать нелегитимным президентом это уже выбор украинского народа как вы его будете называть а исходя из этой концепции исполняющей обязанности и нелегитимной такая же будет адекватная реакция по отношению к политическому руководству государства как с ним разговаривать кому они будут оказывать помощь кто будет нести политическую финансово юридическую ответственность за ту помощь или условно говоря с кем договариваться а какие гарантии сумок подписывает сегодня я думаю что эти гарантии это очередной обман для украинцев которые будут продвигать политическая элита Украины как международный свой внешнеполитический успех ни о каких гарантиях речи не может быть где гарантора Будапештского саммита Ну где воюет один из гарантов с Украиной в Российской Федерации Тогда надо молиться что остальные двое открыто не воюют с вами Они сейчас применяют против Украины другие инструменты Это называется поддерживание тлеющего угля Пока вы нужны Вам нужно выстоять до 25 может быть 26 года Почему? Тогда начнется активная фаза продавливания России чтобы она выбрала сторону или с западом против Китая Если она перейдет на сторону Китая тогда вам дадут все чтобы вы били Россию А Россия еще не выбрала? Россия Россия всегда выигрывает у нее есть ядерная кнопка Нет, она еще не выбрала Россия 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 корпорация Один Путин и плюс 5-6-7 его, так скажем компаньонов по корпорации Россия пока не в состоянии решить этот вопрос Этот вопрос решается более глобально и не на уровне Москва-Лондон или Москва-Вашингтон Он решается глобально Это как раз касается Чарльза Третьего Это касается того что сейчас называется Вообще в мире существует 5 проектов 5-й проект придуман в России Он называется Евразийство 5 проектов управления человечеством 21 веке И во всех этих проектах существует как сторона которая пытается усидеть на двух стульях Это Ватикан и сионистский проект или проект Соломона Вот Россия сейчас пытается стать пятой частью то есть евразийством не ватикановским и не проектом Соломона Поэтому ее заставят или стать частью Ватикана точнее вернуться в Ватикан или стать частью так называемого проекта Соломона Ватикан проигрывает Британии? Ватикан проигрывает Ватикана система проигрыша определяется количеством войны То есть Ватикан проектность Ватикана или сила Ватикана заключается в той идеологической парадигме который они навешивают или создают на территориях в которые приходят То есть в данном случае предположим в Иране есть шиизм Шиизм это одно из течений ислама и я здесь хочу говорить о политическом шиизме здесь вопрос не стоит о чувствах верующих Именно шиитский Иран не дает объединиться вообще мусульманскому миру Это проект создал Ватикан Я хочу немножко вам рассказать о том что что такое вообще проектность и о чем мы с вами говорим Вы знаете когда мы говорим о проекте великого Соломона или великом проекте Соломона русскоязычные аналитики считают что этот проект стал продвигаться приблизительно 60 лет назад западные специалисты считают что приблизительно 48 года то есть больше 75 лет ждали этого проекта первым колокольчиком создания этого то что мы с вами называем валютный коридор или новый валютный мир то первым официальным колокольчиком именно Дэвид Кэмерон в октябре 2015 года мы должны вспомнить что состоялся государственный визит Си Цзиньпиня в Великобританию где была разработана или утверждена концепция следующих 10 лет до 25 года она называлась золотая эпоха то есть переход китайско-британских отношений в новый валютный мир обратите внимание там нет никого только Британия и Китай принципиально важным было здесь достигнуто соглашение соединение фондовых пирс Шанхая и Лондона роль Британии как учредителя Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для нового шелкового пути об этом никто не говорит было принято решение интернационализация котировок юаня к золоту валютам товарам и облигациям в глобальной сети Пекин Шанхай Гонконг Лондон Нью-Йорк понимаете здесь еще один вопрос это как раз касается Карла Третьего и почему России пока трудно сделать выбор здесь то есть 70 лет назад было принято решение вот в эту эпоху то есть приходу так скажем 25 года кто бы ни был королем по всей этой закулисе он должен был передать власть тому человеку который в этом в этот период будет королем или принцем сейчас у нас получилось что по этому просчету после Елизаветы Второго Второй через Карла Чарльза Карла Третьего необходимо передать власть Уильяму почему дело в том что да кстати сразу после новогодних праздников в 24 году Карл Третий распорядился готовиться к ну до конца года коронации Уильяма дело в том что принц Уильям от Дианы Спенсер из семейства Черчиллей Мальборо единственный титул герцога передающийся по женской линии он женат на Кейт Миддлтон по матери из рода английских евреев Голдсмит национальность евреев берется по матери и здесь следует заметить что королева Виктория из Ганноверской династии была уверена что монархия бритов являются потомками царя Давида поэтому они имеют право на строительство мирового проекта по плану Соломона то есть мы когда спрашиваем при чем тут Россия при чем тут Великобритания вопрос стоит в плане Соломона и мы должны заметить что вот удары по Хуси кто выступил в Англии против Шотландия премьер-министр Шотландии он озвучил позицию своей партии он озвучил позицию шотландцев а я их называю кельтами теми людьми которые пришли с востока то есть самой Великобритании Соединенном Королевстве идет борьба между представителями клана Соломона или Давида и представителями глобального юга поэтому Шотландия все время пытается выскочить из этого проекта Великобритании и не нести ответственность она самостоятельно как бы сейчас в нашем понимании это не выглядело юмористически поэтому русские они ждут для того чтобы встроиться в их понимание за Ватикан а Ватикан хочет реванш мы его называем черного интернационала и здесь я хочу вспомнить одного русского китаеведа он процитировал слова Путина то есть вы говорите сделал выбор или нет Путин в новогоднем обращении сказал общее благо большая семья наши ценности созидать будущее это все мистика условно будем говорить красный как говорил господин Девятов то есть они пытаются сломать систему либерального управления в России на красную и это будут делать через слуг Ватикана то есть за патриотов и вот это есть сила темная они хотят создать в России проект Евразия или называется большая Евразия в России аналитики это называют третьей аждой как бы нам с вами это сейчас как вам сказать было бы не глупо или бы непонятно но поймите запад мировые аналитики они не живут в Аврале они не живут императивами настроений или карманов или там каких-то амбиций эти проекты рассчитываются они называются очень благородно они поступают в соответствии со своими планами которые со временем конечно корректируются регулируются но главное направление или структура она сохраняется поэтому мы можем продлить нашу беседу участие евангелистов хасидов участие вот этих остальных четырех проектов например исламский проект глобальный юг но вы обратите внимание те кто управляют интеллектуальной элитой я их называю эти так скажем третья сила они в как формируют мир глобальный запад в их понимании глобальный запад это христианский мир глобальный юг в их понимании это глобальный исламский мир глобальный восток или условно говоря глобальная азия они ее формируют в другом направлении и все эти принципы они закладывают религиозную и национальную близость народов и наций которые могут создать большую макроэкономическую площадку то есть разделить управление мира на четыре части христиане в христианском мире мусульмане в мусульманском мире естественно при этом между собой они проводят так скажем формирование экономических отношений так сложилось что на западе берут технологию на запад мусульмане отправляют сырье но сейчас приходит тот этап когда выравнивается экономическое положение и технологические совершенства этих народов и вот когда это выравнивается как их объединить как этим управлять только через эти технологии то есть управление человечеством вы знаете вот в лондоне прошло недавно совещание всемирное совещание управление я добавлю или через войну через разрешение война она является главным инструментом слома конструкции Ватикана вы Ватикан пока не в состоянии победить она контролирует экономики она контролирует экономики она контролирует страны политическими своими вот этими устройствами например шиитский Иран или Саудовская Аравия то есть королевство семей вы поймите вот не мусульманам это трудно понять наследник пророка Мухаммеда то есть король Иордании он по статусу называется хранитель двух святынь и его место не в Иордании его место в Саудовской Аравии его туда кто согнал кстати он офицер ВВС Королевского Королевства Великобритании в Иордании его кто согнал Саудовская Аравия кто такой Саудовская Аравия возьмите историю посчитайте это представители группы семитских народов семья Сауда это евреи которые приняли ислам понимаете когда говорят что Лоуренс Аравинский расчертил нет идеологическое обоснование или право на управление территориями Саудовской Аравии дал Ватикат англичане только здесь договорились что нефть моя страна твоя понимаете вот условно так называют поэтому из этой концепции теперь король Иордании должен вернуться в Саудовскую Аравию как хранитель двух святых и находиться в Саудовской Аравии в Мекке а не в Иордании мы это как мусульмане это понимаем и понимаем в чем проект населить силу Ватикана вот чтобы это разрушить необходима война другого инструмента у саксов нету почему у них нет ресурсов ни финансовых ни военных ни людских именно через партнерство с местными народами с местными территориями или элитами они предлагают партнерство или вы побеждаете или ваша страна становится пустырем одно из двух то есть я имею в виду как партнеры саксов или вы побеждаете или вы становитесь пустырем параллельно они формируют свой АУКУС то есть одна нация пять государств параллельно они пишут новые правила мирового управления Атлантическая декларация параллельно они создают себе сырьевую базу Австралию они параллельно себе свой замкнутый мир сильный мир они создают не надо думать что они зависят от Украины от Азербайджана нет просто они распространяют свое влияние но внутри себя они усиливаются там процессы идут мы просто не следим за ними план Соломона реализуется и в чем он заключается какие последствия от этого плана для Украины ну мы для Украины с вами разговаривали на вашем канале мы его называем план Шлому но прежде чем к этому перейти мы с вами должны понять одну вещь вот для того чтобы реализовался план Соломона вернемся немножко на землю у нас Израиль чей стратегический союзник американский Америка обеспечивала до сегодняшнего дня политической военной финансовой и международной поддержкой Израиля но вдруг ни с того ни с сего появилось заявление господина Салливана что мы можем перестать поддерживать Израиль это раз вдруг ни с того ни с сего в Америке стали появляться фразы я сейчас это к плану Соломона только хочу начать с Америки с причин возможно одержание его победы или невозможно так в Америке мы все говорим что сейчас происходит столкновение условно Трамп Байден республиканцы демократы но мы забываем об одном ключевой вещи о которой все время говорил господин Байден Трамп простите что я приду и там разворашу этот дипстейт и так далее вопрос это мифология или рептилоидная идеология что есть дипстейт ведь экс-президент США об этом говорит раз говорит мы можем доверять его заявление потому что он жертва этого дипстейта теперь второй вопрос когда битве гладиаторов в США выступает Байден Трамп какие цели преследует дипстейт и какие инструменты у него есть для того чтобы пресечь это и вести свою политику так вот я вам хочу сказать что в Америке существует так называемый план действий в непредвиденных обстоятельствах в виде закона он называется Рекс 84 это план действий на случай непредвиденных обстоятельств или его называют планом Б он разработан для достижения отличного от обычного человеческого ожидаемого плана его часто используют для управления рисками в случае исключительного риска мы с вами должны понимать что за набор слов управление рисками в случае исключительного риска который хотя и маловероятен но будет иметь катастрофические последствия для Соединенных Штатов Америки существует 5 этапов реализации плана действий в чрезвычайных ситуациях первое это организовать группу планирования оценить масштаб проблемы разработать план протестировать его где же его тестируют интересно и поддержать его в актуальном состоянии а не является ли этими элементами как раз тест Байден Трамп и вот это склоки публичные поддержка его в актуальном состоянии это мои вопросы но это 5 частей этого закона РЭИКС 84Б то есть сокращение от учения по готовности 1984 БРАВО представляли собой как засекреченный сценарий и учение разработанное федеральным правительством США для задержания большого количества внимания США жителей Соединенных Штатов которые считались угрозой национальной безопасности в случае если президент объявит чрезвычайное положение в стране сценарий предусматривать что силы государственной обороны соберут теперь интересная вещь 500 тысяч нелегальных жителей Центральной Америки а что за миграционный кризис почему при правительстве Байдена я публиковал таблицу в десятки раз увеличилось количество так называемых мигрантов из Латинской Америки или Центральной Америки в США для чего и 4 тысяч американских граждан цифры прописаны Саша в законе прописаны которые генеральный прокурор США называл угрозами национальной безопасности в рамках секретной программы программа называет Саша преемственность правительства дальше программа говорит эти люди будут содержаться на 22 военных базах в концентрационных лагерях кто у нас будет там сидеть Трамп и Байден находящиеся в ведении федерального агентства по чрезвычайным ситуациям операция смотрите какие они хорошие имена придумывают садовый участок я приведу это к Соломону просто нужно ввести вводные и объяснить на что нам опираться с вами план министерства обороны США по борьбе с гражданскими беспорядками садовый участок называется также известный под своим криптонимом садовый участок он представляет собой общий план армии США 1 национальной гвардии 2 по реагированию на крупные внутренние гражданские беспорядки Соединенных Штатов этот план был разработан в 1960 году и попал под контроль северного командования США Нордку я не хочу об этом очень много говорить я для вас приготовил значит вот этот материал но активизироваться этот план то есть по современным вид он стал активным доработанным или в принципе доведенный до совершенства в концептуальном плане за номером 2502 после нападения 11 сентября 2001 года на США и самое главное с 2002 года с 11 апреля этот так скажем ну условно говоря закон в действии что же у нас происходит с планом Соломона в моем понимании борьба евангелистов борьба значит хасидов борьба неаконов она должна закончиться или эти три акулы сожрут правительство Соединенных Штатов сожрут Дипстейт и установят свое право управления Америкой или Америка вернет себе то есть я условно называю граждане США вернут себе американское правительство сейчас в Америке вопрос стоит только в этом Америка должна вернуть себе Америку потому что она находится в руках этих организаций в 2003 году будучи в Нью-Йорке там есть такой небольшой пригород около Нью-Йорка называется Суфере вот я немного там пожил я увидел много евреев хасидов но я не увидел чтобы они работали я им задавал вопрос а почему вы не работаете на работу не ходите у них масса пластиковых гуманитарных карточек федеральная правительство США им платит они не работают и американцы а в основном это там были но это был такой миксер поселок были афроамериканцы были белые их всегда наприбало что афроамериканцы белые работают хасиды не работают то есть они как налогоплательщики платят налоги а федеральное правительство США платит по каким-то своим проектам религиозное меньшинство национальное меньшинство потом по тому что это было геноцид евреев у них там разные программы на разные карточки они ежемесячно получали деньги и не работали этот кризис я видел в 2003 году то есть я хочу сказать что мы с вами план Соломона будет ли работать или нет увидим по итогу борьбы американцев за Америку вот с этими группами но я думаю бриты с китайцами уничтожат Америку уничтожат план Соломона я в этом убежден ну знаете бриты и китайцы звучит дико ну вот на самом деле и многие это отмечают из аналитиков вот этот условный союз и конечно обособленность России тоже но все таки план Соломона в Украине в чем его главная задача и в чем главное проявление мы знаете на начальном этапе украинской войны пока так скажем ждали ответа какую же сторону выберет украинская элита в лице президента и его так скажем окружения то есть ватикановскую или саксовскую по определенному стечению обстоятельств было понятно что украинская элита выберет Ватикан и пока она не выбирала саксонский проект проект так скажем Хазария и так далее на территорию Украины он не был актуальным он был хасиды старались пытались или что-то уже делали создавали там какие-то поселки строили какие-то свои религиозные так скажем заведения создавали все это понятно выделилось финансирование были публичные люди из Украины которые этим занимались и в Нью-Йорке тоже это было не актуально это просто было желание какой-то религиозной организации или от имени народа иудеи сейчас когда Украина выбрала украинская элита выбрала сторону Ватикана для саксов опасно иметь ватикановский проект Украина у себя под боком ей нужно иметь выход или контроль всех портов Украины это все-таки морская держава мы с вами не должны забывать ее доктрина до 30-го года это Причерноморье Черное море и Южный Кавказ ввиду этого сейчас почему бы не запустить или не согласоваться с российской элитой не с Владимиром Путина с российской элитой на постпутинский период введение в эту территорию так скажем иудейского народа ведь в принципе евреи считали и Ашкенази в основном их считали германскими евреями или евреями Ватикана и сейчас стратегический союз между евреями и Ашкенази мы с вами на вашем канале об этом говорили люди могут вернуться к этому эфиру посмотреть евреи открыли свое представительство в Ватикане они расширяют сотрудничество или так скажем его публично выносят на политическую так скажем площадку это означает что готовится вот евреи же всегда Ватикан всегда же хочет сидеть на двух стульях то есть если Хазария получится в Украине мы будем одним из его создателей будем хорошими друзьями будущего проекта Хазария в Украине на территории Украины почему бы нет я хочу сказать что Саш здесь здесь проблема многих народов определяется в том что народу должен для себя ответить какое им нужно государство мононациональное или многонациональное пока вы вас из крайности в крайность несет это первое мононациональное это не обязательно нацистское и фашистское понимаете потому что к сожалению на ваших эфирах есть фашисты но в любом случае мононациональное это не фашизм это не армянский вариант кстати на совещании по решению мира в Украине в Давосе для меня самым слабым маленьким штришком является присутствие Армении то есть где Армения где Украина секретарь Совета Безопасности Армении присутствует на этом мероприятии а как он может повлиять как союзник России повлияет на остановку войны или на мир нет он повлияет как представитель Ватикана то есть лишний флаг лишний мандат лишний голос лишнее место значит в ООН и так далее таким образом Ватикан создает вот такую атмосферу там предположим 50 стран и так далее и так далее ну это такие страны в общем Вась когда вышел да прошелся вот поэтому я хочу сказать Саш пока национальная элита Украины не определит для себя доктрину своей государственности а здесь ключевым является в первую очередь национальной государственности потом все второе экономический проект военный проект союзники друзья потому что это будет формироваться из ваших интересов пока вы не ответили на этот вопрос какие же у вас интересы никто не знает как с вами строить отношения поэтому вас колбасит и ваши политические элиты я думаю что понимаете мне ее жалко потому что имеют такую страну которую они сами создали поверьте им же говорили что будет война они строили дороги они не готовились к войне не готовились они дороги строили вот я хочу сказать что сейчас они остались у разбитого корыта и сейчас кто покажет шоколад туда и бегут но это не обязательно что ее вам дадут они могут ее показывать как показывают до сегодняшнего дня поэтому мне трудно но мне очень жаль у меня у меня прогрессивных или хороших прогнозов для Украины нет мобилизация ответы есть мобилизация в Украине прям ну прям процесс и политический и общественный и там резонансный и дальше там научный и мировоззренческий и там кто-то называет линии раскола кто-то там ну вот попрание переформатирование вообще конституции вроде как отозвали да вот этот проект который отправили правительство назад но ведь это отмечают люди живущие в Украине они просто смотрят и понимают что пока вот это обсуждается да вот там кто-то предстает защитником конституции прав человека и ну собственно там уклада в Украине кто-то предлагает какие-то альтернативы кто-то собственно соглашается что альтернативы мобилизации нет но нужно как-то по-другому в это все в это же время да вот рассмотрение происходит то что происходит имеется ввиду мобилизация там ругаются с военкомами в автобусах я думаю что до вас ну как бы доходили вот эти скажем так процессы я просто вот понятно что я не призываю вас там комментировать или что-то мне просто интересно смотрите получается что это две параллельные реальности то что на инсту институциональном уровне и то что вот ну как бы внизу на земле и одно другому уже перестает соответствовать следующий ну вот вот если мы там констатируем вот этот процесс да то следующий по логике шаг и дальнейшее скажем так развитие событий каким будет исключительно на теоретическом и таком ну скажем так уровне ну государством государственном уровне построение государства смотрите я конечно на эти вещи не смотрю так как у вас хорошие эксперты к вам приходят как они так скажем профессионально разбирают эти вещи я к сожалению всегда стараюсь посмотреть что за занавеской потому что то что показывают по телевизору для меня в моем понимании оно имеет конкретную цель а вот заказчик или цель которая за занавеской я пытаюсь ее разглядеть я хочу процитировать привести три примера и сделать свои выводы то есть какие я выводы сделал почему первый пример это то что например предположим на встрече всемирного будущая встреча всемирного экономического форума в Швейцарии господин Зеленский заявил куда приглашено более 100 стран и в том числе Армения Зеленский надеется внимание цитирую что предстоящий саммит станет трамплином для разработки плана будущих переговоров с Москвой это первая констатация здесь отложите второй он на футболке пишет в общем цифры это в общем территориальная целостность в рамках 91 года это второй посыл в Москве что не пяди украинской земли и третье с выборами с мобилизацией про выборы я уже молчу здесь я делаю вывод что пытается усидеть на разных стульях протянуть свое политическое так скажем присутствие в Бумонде украинском я думаю что к ним будет много вопросов ну например вопрос о том что умеров там раскопал на 10 миллиардов гривен каких-то в общем коррупционных схем там вопросов много и даже масса после двух трех лет так скажем активной войны Украины с Россией я думаю что Украине общество более радикально разделилось и более радикально в состоянии принимать решения за преступления против страны то есть если раньше можно было это смазать и соскочить сейчас смазать и соскочить я думаю не получится мое видение мое видение что закон о мобилизации отозван по рекомендации Лондона почему потому что это принятие этого закона мы включаем 45 дней и в Украине будет Альенде я написал что как только объявили что будет такой закон я сказал что конец февраля до 10 марта в Украине будет Альенде потому что налогоплательщиков молодых украинцев нету я думаю что это как компаний фирм так и работающих уже нету те кто ушли на войну или коллеги или инвалиды или погибли остальные защищают родину рекрутов нету если мы начнем бить по живому в том в том классическом понимании украинскому то есть по молодежи по населению работающие или так скажем рук которые работают то это в принципе в стратегическом плане уничтожение Украины появляется второй фактор если украинцы все должны идти на войну тогда вопрос почему дети родственники высших элит не идут на войну почему они учатся за рубежом и в том числе дети ваших депутатов понимаете следующий вопрос если на войну почему мы воюем а у вас рестораны дискотеки я не говорю что это плохо наоборот хорошо экономика как-то должна работать но война должна быть для всех то есть вот эти вопросы в обществе плюс неудачи украинцев неудачи об этом не говорят отсутствие финансирования мы скоро это увидим в начале февраля кризис отсутствие военной помощи международное давление на Украину по всем вопросам по всем линиям я думаю что как только включит вот этот фактор рекрутов или мобилизация я думаю что это конец ну лет на 30 украинскому народу потому что некому будет фактически как вам сказать продолжать род генофонд Украины он он попадет в очень тяжелое положение я еще не знаю через 30 лет в состоянии ли генофонд Украина восстановится или нет это первый фактор то есть мы говорим об исчезновении украинского народа если нет государства образующего украинского народа значит нет государства Украина вот я как на это смотрю в моем понимании и я считаю что эта политика как вы правильно рассказали по Стамбулу по другим направлениям подписали отписались потом взялись Арахами взял слил Джонсона вы думаете что англичане это не запомнили запомнили смотрите всегда говорят что исламский мир там не знаю столетия помнит все что было с ним исламский мир это мы научились у англичан как только они пришли они это мы научились то есть доктрина так называемой исторической памяти она преподается в вузах Лондона и преподается в специальных службах в Великобритании поэтому а не то что Арахами слил Джонсона который потом отказывался что я здесь ни при чем это все в общем наговоры и так далее я думаю что это уровень доверия к вашей элите уровень доверия к вашим политикам я считаю что он абсолютно нулевой абсолютно нулевой и лично пытаются с вашими не связываться не откровенничать не доверять и так далее то есть все используется управляется Украиной в рамках своих интересов если раньше это было и в том числе одевалось в гуманитарную форму что мирное население там голод там не знаю убийства сейчас это тоже убрали то есть как себя ведет ваша элита так и поступают в лице элиты с Украиной то есть доверия нет это хочу сказать я думаю что как только это будет а это обязательно будет в противном случае если не делать это а нет вооружений нет снарядов нет всего лишнего а Владимир Путин заявил неформально ведь ваши же ведут переговоры я всегда говорил что они ведут переговоры вот вопрос господину Кулеба откуда он знает что Путин не хочет перемирия Путин ему сказал где это заявили кто заявил какое политическое лицо России заявило что мы не хотим переговоров в России только этот один дирижер это ансамбль одного композитора говорил об этом Путин нет господин Кулеба откуда вы это знаете чего это вы взяли кто вам это сказал Значит, вы ведёте переговоры. А я на ваших передачах говорил, что вопрос стоит в пяти областях. Пять областей нужны. И Владимир Путин сегодня, завтра, как только получит отмашку от Лондона, он их заберёт. Пока отмашки от Лондона нет. Понимаете, если вы, например, не слушаетесь, Вова Путин наступает. Если вы слушаетесь, Вова Путин ведёт позиционные войны. Вот и всё. В России же вопрос к Путину, почему ты не даёшь нам право ввести по всем направлениям войну против Украины и её победить разом, только на конкретных направлениях. Вы думаете, у россиян нет вопросов к Путину? Есть. Они понимают, что это управляемая война, и Путин ведёт управляемую войну. Вот о чём я хочу сказать вам. Не надо обижаться. Здесь нет слова «я за россиян или я за украинцев». Я против войны раз. Я против агрессии, оккупации чужих территорий два. На себе почувствовал в Баку, что это такое. Это неприемлемо. Просто странно получается. Если Лондон управляет и Киевом, и Москвой, и это всё в рамках битвы с Ватиканом за будущий условный план и формат. Формат, да, план Соломона. Так и смысл. Ну, вот я просто, понимаете, в чём дело. Я в завершении хочу всех призвать подписаться на телеграм-канал Фигарета Шабанова, ютуб-канал, который мы отстояли всем миром в своё время. Спасибо, Саша. И вашим читателям, слушателям большое спасибо. 72 тысячи людей пожаловались в Ютуб и восстановили мой Ютуб-канал. Благодарю. Кстати, заказчикам уничтожения моего Ютуб-канала были в Украине. Товарищи из Украины. Ну, разные есть товарищи. Я о чём? Я о том, что если это всё как бы в рамках этого плана, то какая от него выгода? Ну, вот смотрите. Англичанам? Да, вот потому что я вижу... Дорогой, это же просто. Не додумывайте. Нет Украины в Ватикановской. Ну, хотели, чтобы Украина была саксовской. Она не стала. Она, как вы правильно, вы умница вообще. Я опять говорю, в вашем сегменте Ютуба вы далеко смотрите. И вопросы у вас такие. Смотрите, сто лет назад, я говорил на вашем же канале, вашу историю саксы знают лучше всех. Сто лет назад что было в Украине? Они сейчас попытались это сделать. Потом, я не знаю, люстрация, набу... Ну, не получается. Вот как не всё, как говорил Черномордин, хотели как лучше, получилось как всегда. Так как в Украине всё получается как всегда, они лучше ли, грубо говоря, её дипломатически держать в форме тлеющего угля до 25-го года, до начала битвы с Китаем. После того, как начнётся битва с Китаем, а я уверен, что Россия, ну, может быть, не в лице Путина, предположим, в лице Патрушева, станет частью антикитая, то пора разрешать вопрос, германский вопрос. То есть создать условия, когда Германия в Европе де-факто будет оккупантом, который будет делить с Россией Украину, не будет в Ватикановской Украины. Почему Германия? Германия сейчас стала стратегическим союзником Лондона. Давайте вспомним ось Берлин, Рим и Токио. Это всё возвращается. Сейчас этот проект опять же и работает. Что получат Саксы? Получат Хазарию. Что такое Хазария? Гарантия безопасности евреев в Украине — это выход к портам. А мы с вами знаем, что исторически, на протяжении создания человеческих религий, в религии христианства, ислама заниматься расставщичеством — это грех или гора. Поэтому со времён создания религии заниматься финансом — этот удел отдан иудеям. они контролируют даже китайские торговые маршруты, но не как хозяева, бенефицара, а как менеджера, которые на этом, естественно, зарабатывали. Так вот, самые лучшие менеджеры — мы вам даём гарантию безопасности на территории Украины. Вы нам даёте порты, вы обслуживаете нашу логистику, вы обслуживаете наши финансовые потоки. Что может быть лучше для САГСа? Мы с вами должны вспомнить о том, что, несмотря на то, что была Англо-еврейская война в 1940-х годах, всё-таки она была под мандат на Великобритании, Израиль. И Англия выступала против создания государства Израиль. Сейчас она не против, но только на территории Украины. Об этом не пишут. Ведь проект нового Хазаря в Украине не с потолка жопа. Но секрет. И всё-таки, ну, мир же какой? Бизнес-план какой? То есть есть план Соломона, есть бизнес-план Соломона. Исходя из этого, ну, простите, но вот если так просто попытаться здраво посмотреть объективно на процессы, там разбитая Украина войной, разбитая, нищая, 11 миллионов пенсионеров, которые умрут, если им не заплатят. Ну, это Зеленский говорит. Удары по портам, которые наносила Российская Федерация, то есть это ущерб инфраструктуры. Мы, которые отрабатываем по Крыму, да, тоже по инфраструктуре и по кораблям, по вухтам, по ремонтным заводам. Ну, получается, простите, то есть бизнес-план этот, о котором вы говорите, он напоминает вот эту историю, там, да, как в песне, по-моему, мы мир до основания, а потом. Позвольте поправочку. Компания BlackRock перенесла свой главный генеральный офис в Лондон. В прошлом месяце компания BlackRock провела в Лондоне совещание или встречу вверха по выкупу всех активных, так скажем, в финансовом плане интересных кейсов недвижимости Европы. Она стала выкупать то, что принадлежит Ватикану. Я же публикую на своем телеграм-канале. Просто немножко нужно додумывать. Теперь вопрос. Мы говорим план Соломона. Есть план Большой Афганистан. Есть план Большой Ближний Восток. Есть план Большой Кавказ. Только как матрешка через планы, то есть объединяясь с минимума по максимуму, создается глобальная территория. Невозможно создать глобальный исламский мир и управляйте. Там живут персы, им нужен проект. Там живут тюрки, им нужен проект Туран. Там живут арабы, им нужен свой проект. Например, тот проект, о котором я говорю, про короля Песейна. Вы поймите, Саша, вот чтобы большую территорию управлять, нужно этим территориям, этим народам или территориям, которые будут населены какими-то народами, дать идею. За что? Вот народ Израиля будет благодарен, что их спасли от нехороших собратьев семитов арабов, войну, которую сами же, я имею в виду, за океаном спланировали, чтобы евреи оттуда ушли. Ну, пора заканчивать эту ситуацию, потому что мы начинаем зеленую энергетику, а Израиль нужен был только за нефть и газ. Сейчас нефть и газ уже уходят, пора с Израилем заканчивать, выстраивать более глобальную конструкцию, глобального юга. Израиль будет молиться на Великобритании, спасибо, что вы нас спасли, нам дали государство, нам дали территорию. Таджики, которые живут в Таджикистане и таджики, которые живут в Афганистане, в Таджикистане 6, в Афганистане 9, они будут объединены, они будут говорить, спасибо, Лондон, мы, наконец, большое государство саммонидов восстановились, восстались пепла и так далее, Саш. Это же все в истории есть, клянусь Богом, ничего нового нет. Просто вернитесь в историю на 100 лет назад, и вы это все увидите. Они, уходя, разделили, чтобы при восхождении вернуться, так же, как северной и южной Кореей, так же историю с Тайванем, Сингапуром, Малайзией. Теперь они возвращаются своими же минами, которые заложены были ими, ими же возвращаются. Тот же самый вопрос с раздела Индии, Пинджаб, в Кашмир. Они сейчас на этой базе будут возвращаться, поверьте. Секрет. Это как, знаете, вот эта вот история с, ну там, биржами, Форекс, там, Криптамир сейчас популярен, да, вот эти все, когда графики, там, цена растет, цена падает, ты заходишь в сделку, твоя задача вовремя выйти, и есть разные там, ну, скажем так, стратегии торговые, минутные, там, часовые, там, недельные, недельные есть. У меня тогда в финале, вот чтобы точку нашего разговора поставить, а кто заходит в сделку на сто лет? В моем понимании, это мое мнение, кельты. Поэтому на территории Украины решено создать государство Галиция. Галичане являются наследниками кельтов, чтобы вы знали. Я публикую у себя телеграм-канале исследования украинцев, которые пишут, откуда произошла Галиция. Ваши археологические раскопки, это украинские высшие учебные заведения. В моем телеграм-канале есть, потому что, когда я об этом говорил, все смеялись. Но я решил тогда осчастливить украинцев, чтобы они поняли, почему появилась Галиция-СС, а не, например, я не знаю, Львов или Киев, или Донецк, а Галиция. Почему она так и называлась? Потому что они пришли на территорию Украины из Германии. В Германию кельты попали с востока. В английском, или, так скажем, туманном Альбионе они в основном осели в Шотландии. Поэтому они разные. И сейчас, все, что про проект мы говорим, вот, например, один украинский ваш блогер взял, исследовал, изучил последние, по-моему, 15 или 17 президентов США. Так они все из Шотландии. Не слишком ли много для 200-миллионной Америки последние 15 президентов все из Шотландии? Что за странность? Там нет латинос, там нет афроамериканцев, индусов, там вообще нет, например, с украинскими, с российскими корнями. Но я понимаю, про исламский или третий мир. С этим вопрос понятия. Вот так скажем, белая раса. Почему все из туманного Альбиона? Вот на эти вопросы, когда человек все найдет ответ, я думаю, что она не будет вызывать смеха США. Почему все оттуда? Секрет Шабанов. Все, есть такое выражение «Все там будем», а есть выражение «Все оттуда». Спасибо вам большое за ваше время и ваше место. Спасибо, Саша. До свидания. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.